Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня у нас в студии «Шпионские страсти». Я думаю, что нельзя пройти мимо того скандала, который сейчас разворачивается вокруг Эдварда Сноудена, который транзитом из Гонконга в Эквадор задержался в Москве. И пока мы следим за развитием событий, мне кажется, самое время задаться более общими вопросами философскими. А кто он такой, собственно? Герой, борец за свободу информации, борец за свободу личности или предатель с точки зрения спецслужб, с точки зрения государства, которое брало его на работу. И вообще, собственно, задуматься о тех моральных дилеммах, которые ставит профессия разведчика. Кому он служит? Служит он государству, служит он человечеству или служит он сам себе? И мне кажется, что с этими вопросами помогут разобраться наши сегодняшние гости. Это наш известный разведчик, спикер разведки Юрий Георгиевич Кабаладзе. Бывший, бывший. Бывший. Бывают ли? Как всегда, ж не вопрос. Бывают. Итак, бывший разведчик Юрий Георгиевич Кабаладзе, который ныне старший консультант Банка UBS. И историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Иванович Калпакидия. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну так начать, чтобы со Сноудена. Вот сейчас, по той информации, которая нам известна. Как нам это все рассматривать? Кто он? Предатель или герой? Это вписывается в какую-то парадигму из истории разведки? Вообще, был художественный фильм, великолепный в свое время, голливудовский. «Сокол и снеговик» назывался. Там играл Шон Пен и Тимоти Хаттон. А это как раз вот такая же история была. Один к одному, как история Сноудена. И вот парень из АНБ, который имел доступ ко всей спутниковой разведывательной формации, через своего приятеля, которого играет Пен, вышел в Мексике на советское посольство и перебрасывал эту информацию. Причем, даже в фильме, это реальная история, причем, это один из самых лучших шпионских фильмов, поскольку они его снимали приближенно к действительности. Ну, единственное, там покоробило, конечно, Давид Сушетом в облике резидента, такого зловещего, чернявого, почему-то, человека. А у нас в Мексике были все довольно блондинистые резиденты. То есть, не Иркюль Павара. Нет, Иркюль Павара, он выглядел несколько натужно такой. Но, в общем, фильм великолепный. Главная мотивация, что он разочаровался в системе. Он реально был по жизни сын и племянник ФБРовцев. То есть, он был из контрразведывательной такой семьи. С детства все это отец, дядя идеализировали. Он вырос таким идеалистом, считал, что он играет, условно говоря, на стороне хороших парней. Вот это, кстати, сериал «Контора», который у нас идет по кабельному сейчас второй раз уже. Там в конце и говорят, вопрос, а мы играли на стороне хороших парней. И он вдруг понял в какой-то момент, что он играет на стороне плохих парней. Потому что эти парни нарушают свои же правила. И он вот таким образом вышел на советское посольство и стал работать. Его фамилия в реальной жизни – Кристофер Бойс. Кстати, интереснейший персонаж. Он получил большой срок, скоро сбежал из тюрьмы. Ограбил там целую серию банков. В это время вышел фильм. Ну, его поймали. Вышел фильм. И он произвел на американцев очень странное впечатление. Они его идеализировали. Он превратился для них в героя. Была организована огромная кампания в его поддержку. И что? И чем это все? Его выпустили. Десять лет назад он вышел на свободу. А сколько он отсидел? Ну, он отсидел меньше половины срока. Причем за его выступили там очень крупные деятели, типа Сэм Нан, сенатор и так далее. Не просто какие-то артисты, но и в том числе несколько сенаторов, депутатов Конгресса и так далее. И вот, очевидно, книга, которая была написана, экранизация, они показали идеалиста. И вот американцы считали, что он, в общем-то, положительный персонаж. Хотя там... Ну да, ясно, хотя с точки зрения спецслужб самих. Юрий Георгиевич, ну вот такие персонажи, вот как этот герой фильма, как Сноуден, вот с точки зрения ветерана спецслужб, он... Кто он? Ну, для меня ответ однозначен, конечно, предательный. Так, поскольку, если мы согласимся с противоположной точкой зрения, а такая точка зрения тоже существует, и я уверен, что у Сноудена и ему подобным найдется много... найдется огромное число сторонников. Ну, если мы согласимся с такой точкой зрения, то разведку надо закрывать. Потому что не может существовать спецслужба, разведка, если ее сотрудники по каким-то мотивам решат разглашать эту информацию. В данном случае это какие-то данные технической разведки, или выдавать информацию о сотрудниках, или выдавать информацию о методах и современных операциях. Любая информация, утечка которой не санкционирована, наносит колоссальный ущерб разведке информационной и любой другой. Поэтому да, он предатель. Но история разведки все-таки во многом стоит на таких персонажах. Как тогда нам смотреть на Ким и Филби? С точки зрения... Ну, Ким и Филби особый случай. Он сначала был завербован советской разведкой, а потом внедрен в английскую. То есть еще большой вопрос, кого он предавал. Тут немножко есть нюансы. Но с точки зрения английского государства, конечно, он был предателем. И с точки зрения английских спецслужб, на которых он работал, конечно, он был предателем. Другое дело, что в каждом случае есть нюансы, которые... Знаете, есть, конечно, общие черты, но есть и то, что все эти дела различают. Ну, и я думаю, что очевидно, наверное, ваше отношение к Олегу Гордеевскому, который, собственно, причастен был и к вашей судьбе, к концу, к кончанию вашей карьеры. Я страдалец, да. То есть реально пострадал от его деятельности. Конечно, он был предатель. С точки зрения англичан он герой. Конечно, он... Ну, надо отдать ему должное, да. Как он сумел выбраться из страны, как он отсюда бежал, как он долгие годы, в общем, обманывал и руководство, да и всех нас. Конечно, давайте признаем, что он нестандартная, не заурядная личность, но то, что он был предателем, это однозначно. Насколько велика у Гордеевского была идеологическая мотивация? Там можно разобраться? Вы знаете, по-разному здесь можно спорить. Я считаю, что если она и была, то не только она. Я считаю, тут морально-психологические факторы тоже сыграли роль. Дело в том, что я его хорошо знал, я с ним работал в течение двух лет. Он был такой же диссидент, как я и как те наши товарищи, которые собирались там в резинторе и обмывали косточки всему и вся, и высказывали гораздо более радикальные взгляды, чем сам Гордеевский. Это там, в Лондоне? Там, в Лондоне, да. Поэтому я думаю, что не только его политические взгляды, конечно, он был либералом и критиком системы, но не только это, поверьте. А вот это вот интересно. Насколько вообще в те годы велика была, так скажем, критический настрой у сотрудников внешней разведки и шире вообще, даже если брать КГБ? Ну, уже в годы, когда я работал, это же не годы Сталинщины или Бериевщины, это были довольно такие вегетарианские годы, конечно, имея доступ к информации, зная о ситуации в стране и сидя в Лондоне, больше зная о Советском Союзе, чем в самом Советском Союзе, конечно, мы были критически настроены. Это не означает, что мы готовы были пойти на какие-то шаги, которые бы нанесли ущерб государству, но то, что мы критиковали это государство, то, что мы критиковали, например, Афганистан при мне случился, мы знали гораздо больше, чем даже могли писать Москву, потому что никого это не интересовало. Было принято решение, нам говорили, что, ребята, осторожнее, осторожнее, это ваша точка зрения, навязанная вам некими англичанами, никого не интересует. Вы могли предвидеть распад Советского Союза? Нет, я даже в начале года не мог предвидеть. И никакой аналитики в КГБ по этому поводу, то, что вам было бы известно, не существовало? Нет, конечно, все понимали чрезвычайно тяжелую ситуацию и в экономике, и в политике, и расшатанность всего и вся, но представить себе, что рухнет Советский Союз, я, например, не мог. Ну вот сейчас я хочу понять вообще психологию мотивации разведчиков. Вот как к историку разведки, к Александру Ивановичу вопрос я хочу. За века, что существует разведка, поменялась вот эта вот мотивация? Или каждое столетие примерно вот одни и те же люди, некая, так сказать, смесь идеализма, романтизма? Один психотип, то есть один менталитет. Это люди, склонные к авантюре, люди, ну, склонные к романтике, люди, склонные к какому-то нестандартному карьерному, в хорошем смысле этого слова, росту. Он никогда не менялся, он всегда был. Просто, мне кажется, сейчас уже меньше стал элемент романтики и меньше элемент авантюризма, потому что сейчас технические средства разведки, да не сейчас, уже начиная с Первой мировой войны, они очень сильно вот человеческий фактор уменьшили. Но, тем не менее, вот психотип, мне кажется, один и тот же. Я бы хотел еще добавить по поводу Филби. В прошлом году мы узнали имя очередного супер-крота в английских спецслужбах, такой Магибан, Джеймс Магибан, кстати, крупный издатель английский, он, когда его принимали на работу в разведку, офицер кадровик спросил, зная, что тот был коммунистом, спросил, а ты за кого вообще будешь, за нас или за дядушку Джо, ну, Сталина? И он, не моргнув, сказал, конечно, за нас. Но вот он-то имел в виду за нас, за компартию, то есть за это все интернационал и братство трудящихся. А офицер понял, что он имел в виду замк. То есть тут это такой очень смешной вопрос, на самом деле. Это очень серьезный фактор, кстати, для вот этой пятерки. Это же люди были политически ориентированные на вот потрясающую историю. Блант, который был вообще английский аристократ и хранитель королевской коллекции. То есть, казалось бы, ну, совершенно ничего общего не имеющий, никакого социализма, коммунизма. Он человеком, который с ним работал, Юрий Модин был такой, он ему говорил, не надо мне рассказывать сказки про ваш режим, я там ненавижу Сталина. Но я считаю своим долгом борьбу в интересах рабочего класса за справедливый мир, за то, чтобы все люди были равны. И антифашизм, конечно. Это была мотивация их действий. Самое страшное вообще, ну, самое не страшное, а интересное во всей этой истории, что мы знаем вот только эту кембриджскую пятерку, так называемую. Да. А до сих пор мы узнали только одного человека из Оксфордской группы, которая гораздо больше, там 18 человек. И, судя по тем фамилиям, которые англичанами называются и, так сказать, всплывают, это гораздо более еще родовитые, крупные люди, которые в истории Англии, культуры английской, философии там и так далее, сыграли гораздо большую роль. Вот это интересно. И когда мы их узнаем, ну, рано или поздно, конечно, узнаем, я думаю, там для английского общества это будет очень серьезный удар. Казахстан, как в том анекдоте. Может, в консерватории что-то подправить, да? Может, в Оксфорде с Кембриджем. А вот интересно, почему психологически, да, Юрий Кеоргиевич, как вы считаете, почему такие сливки, да, крэм-де-ля-крем, вот это вот, сливки общества, Кембридж и Оксфорд, именно они? Что какая-то появляется уже ответственность сверхнациональная на этом уровне? Ну, надо перенестись на, сколько, на 70 лет в ту эпоху, когда возник фашизм, когда стала реальной угроза прихода Гитлера власти, когда для многих Октябрьская революция была образцом, идеалом, когда они представляли о том, что творится... Экономический кризис. Ну, да. И экономический кризис, только много факторов, которые делали ту эпоху совершенно уникальной. Ну, да, вряд ли, вряд ли это была эпоха некого романтизма на той же волне, и, так сказать, и наши добровольцы едут сражаться с республиканцами в Испании. Да, и с той стороны там и супруги Розенберг, и Чапли, и Эйнштейн, и Ромен Ролан, все вот это. Это был уникальный период, который радикально изменился уже после Второй мировой войны, после возникновения Холодной войны, уже совершенно другая стала ситуация. Большая открытость мира, люди больше узнали. Узнали о концлагерях в России, узнали о многих пакостях, плюс Венгрия, плюс Чехословакия, и поменялось просто вообще настроение либеральной интеллигенции к Советскому Союзу. В этом смысле, да, последние идеалисты своего рода. Вот эта история со Сноуденом, а до этого вот история с этим сержантом Маннингом, они вообще очень показательны, может быть, я ошибаюсь, ведь уже давно не было таких историй со времен Холодной войны, да, ведь там было, ну, таких вот людей из АНБ, ну, там Мартин и Гамильтон были, там Бойс этот был, ну, много было. И я уж не говорю про оперативников типа Эйджи, там, Филиппа Эйджи, там, и прочих, и прочих, да, которые, как бы, переходили на нашу сторону из идейных соображений, где не было фактора работы на деньги. И вот, как бы, мне кажется, когда рухнул Советский Союз, во всем мире был какой-то период, когда люди поверили, что, да, вот, конец истории, либеральные ценности восторжествовали. Короче говоря, как говорили фарцовщики в советское время, мир, дружба, жвачка, да. А сейчас, очевидно, наступил кризис вот этого 25-летия. Ну, да, вот этого либерального миропонимания. Люди поняли, что всё это слишком упрощённая схема, которая не работает, что проблемы на, ну, может быть, из-за кризиса, опять же, может быть, проблемы разрастаются, что, ну, даже уже в Югославии, там, помните, был случай, когда французский офицер сливал информацию, чисто из идейных соображений, став на сторону сербов. И сейчас, очевидно, такие же есть люди, которые смотрят на то, что происходит там в Афганистане и в других странах, и понимают, что вот эта американская либеральная модель, она, по крайней мере, внутренно лжива. То есть, ты понимаешь, появляются некие диссиденты, типа Ассанжа, да, скажем, с одной стороны, и которые сейчас вот пользуются этим информационным потоком. Естественно, такие люди появляются и в спецслужбах, потому что спецслужбы – это часть общества, и они не отделены непроницаемой перегородкой. Говорим о роли спецслужб в современном мире с Александром Колпакиди и Юрием Кабаладзе. Мы вернёмся после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Разведка в эпоху Викиликс. О чём говорит нам нынешний скандал с Эдвардом Сноуденом? Что такое быть разведчиком в 21 веке? Говорим об этом с Юрием Кабаладзе и Александром Колпакиди. Ну вот я хочу всё-таки вернуться к теме морали разведчика. Есть здесь какая-то многослойность, вот я пытаюсь понять с самого начала. То есть, человек отвергает некую, так сказать, универсальную, так сказать, такую одномерную мораль, и изначально признаёт необходимость того, что ты должен быть в какой-то степени лживым. То есть, не в какой-то степени, а просто должен быть лживым. Должен, так сказать, вести некую двойную, тройную игру. И так далее. То есть, это изначально входит в некий, так сказать, кодекс игры. Ну, конечно. То есть, ты вступаешь в некий закрытый клуб, в котором свои правила игры. И ты эти правила добровольно принимаешь. Ну, у меня когда-то в своё время, я помню, постоянно употреблял такое сравнение, что джентльмены чужие письма не читают, а джентльмены в разведке читают чужие письма. Но не ради такого интереса и получения какой-то сплетени, а ради выполнения тех заданий, которые помогают обладать информацией. Но вы задали принципиальный вопрос. Разведка в эпоху Викиликса. Да. То есть, вы представляете, появился совершенно новый фактор, который меняет, если хотите, вообще мировоззрение. Если раньше был такой Митрохин, он работал в архивном управлении. И этот человек каждый день приходил на своё рабочее место и переписывал информацию из тех дел, которые ему попадались на рабочий стол. Писал, исписал там сотню тетради и зарывал это всё в огороде собственном, никогда не думая о том, что вообще это когда-то ему пригодится. Тут эти события. Рухнул Советский Союз, дядя подумал, а не продать мне это. Ему надо было сложную комбинацию, всё это вести. А сейчас, Викиликс, нажатием кнопки, ты выстреливаешь всю эту информацию, она становится достоянием вообще всего мира. И вот такие люди, как Сноводин, очевидно, он сидит и думает, а что ж тут такое происходит? Мир открыт, всё известно. Значит, идёт обмен информацией. Никаких тайд уже нет. Можно атомную бомбу сделать по чертизам, которые в интернете. Так надо, чтобы общественность это знала. Давай-ка я это всё рассекречу. Работа разведки принципиальным образом меняется в эпоху информации. То есть, с одной стороны, беспрецедентные возможности для слежки, как то, что он раскрывает эту систему призма, а с другой стороны, беспрецедентно теряется. Потому что, как я понимаю, разведка вообще основана на монополии на информации. На монополии информации. Остаётся главное. И монополия теряется. Никогда не потеряется, не теряется. Я думаю, что и в будущем. Это human intelligence, то есть агентурная разведка. Какие бы ни были возможности у прослушки, там, я не знаю, каких-то технических средств самых совершенных, всё равно, что в голове у человека никогда не высветит ни один экран. Поэтому краеугольный камень любой разведки во все времена – это агентура. Это люди, которые… Ведь эти схемы, эти хитроумные, тоже люди придумывают. И сидят люди, которые придумывают какие-то контрмеры. И ведёт борьба умов. Вот проникновение в этот ум является краеугольным камнем любой разведки. – Насколько велика была, вот если смотреть сейчас на историю XX века, агентура Советского Союза? – Я думаю, что… – Самая-самая крупная? – Ну, разная, в разных странах, по-разному, в разный период. Но то, что советская разведка… – Ну, в целом, СССР и Запад, если брать, по количеству агентов. – Ну, я думаю, что советская разведка, по крайней мере, не уступала. На определённых этапах, вот тот период, о котором мы говорили, там, перед войной, она и превосходила любую другую разведку. Там потом… Ну, во-первых, в США вообще не было организованной разведки, но только появилось после. И главным противником для Советского Союза было не США, а Германия, а до Германии это белая эмиграция. Только после войны США и страны НАТО превратились, как бы, в основной объект. До этого Америка особо-то не интересовала. – Александр Иванович. – А по цифрам, если брать, то перед войной у военной разведки, которая известна как ГРУ, было более тысячи агентов, ну, за рубежом, где-то к 1939-1940 году, уже после репрессий. А у внешней разведки, иностранного отдела НКВД, было около 700 агентов. Тут вопрос качества. Мы не знаем, кто эти люди, может быть, это какие-то были никому не нужные люди, может быть, какие-то выдающиеся там разведчики и так далее. – А кто это подсчитал? Я, честно говоря, не знаю. – А это есть доклады. Есть доклады, вот, например, когда менялся наркома Вороны, был от приемки, да, и вот, в том числе, начальник разведки сдавал и отчитывался. Вот по странам имеется столько... – Ну, здесь надо осторожнее к этому относиться, иногда в эти списки попадали люди, которые сами, да, не подозревали о том, что являются агентами. – Приписки, очевидно, там были. – Да, для отчетности. – Конечно, агентов было гораздо больше, чем у Запада. – У Запада. Вот у меня такое, как бы, интуитивное ощущение, что Советский Союз гораздо больше и после войны полагался на агентурные данные, и больше эффективность в Советской Розе. – Ну, им было очень сложно работать. Им было здесь очень сложно работать. – Ну, да, полицейское государство, в общем-то, по большому счету, а там открытое общество. – А плюс после революции огромные миграции, люди, которые, тем не менее, сохраняли какие-то теплые чувства к России, к Родине. Несмотря на... Ну, есть хрестоматийные примеры, тот же Деникин, который, будучи врагом советской власти, не мог перешагнуть... – Ну, и прежде всего, конечно, огромное количество коммунистов на Западе, откуда вербовали все время. – Ну, да, коммунисты, симпатизанты. – Несмотря на все запрещения работать с ними, всегда это нарушалось, и огромное количество агентов, это идейно убежденные запрещения работать. – Потом родственные связи, Александр Орлов, представляете, человек, выдающийся разведчик, он приехал в Соединенные Штаты, и его родственники прятали, когда Гуверу доложили, что у нас в Америке там уже 20 лет или сколько-то живет, ну, один из асов советской разведки, он вообще не мог в это поверить. Тем не менее, человек жил, и его закрывали, его оберегали, его кормили и поили. – Да, вот такой же пример, вот отец нашего выдающегося переводчика Суходрева, который вот, он был нелегалом в Америке, и там 5 или 7 лет прожил, не имея документов даже реально какой-то крыши. Его прятали вот по линии еврейской общины, там какие-то друзья, коммунисты и так далее, и вот он там успешно проработал много лет. – Ну, и в более поздние годы, да, уже, Юрий Георгиевич, вот ваше время работы, потому что, ну, как бы, так сказать, немного поверхностно знакомый с этим, ну, отчасти знакомый с этим миром, там, международных журналистов, там, работников посольств. Я понимаю, что, ну, по крайней мере, по части журналистов, контингент людей, давших некую подписку, да, сотрудничающих и проводящих некую спецработу, гораздо выше, чем у того же количества журналистов, западных, работавших в СССР. – Ну, это вы берете только журналистов, да, действительно, по американскому законодательству разведка не могла использовать журналистов. – А дипломаты? – А дипломатов, ну, тогда надо закрывать. – Аташе все. – Конечно, использовали. – Внешняя торговля, бизнесмены. – Конечно, конечно, ну, бизнесменов активно, сотрудников посольства активно. Другое дело, что у нас же была такая игра с нулевым. Варианты. Вот, допустим, американцы открывают посольство где-то, ну, в какой-то африканской стране. На второй день мы там. Мы, значит, где-то появились, американцы. Вошло такое противостояние, которое требовало все больше и больше ресурсов. На каком-то этапе, конечно, количество сотрудников разведки в посольствах превысило разумные пределы. Кстати, Примаков, когда пришел в разведку и ее возглавил, тогда было принято такое, ну, провели инвентаризацию. Оказалось, что в некоторых странах, ну, совершенно нет необходимости держать. – А какое количество, какой процентарь? – Не помню, но я думаю, что что касается… – Больше половины подсольских сотрудников? – Ну, касается журналистов, в некоторых странах даже больше, да. В некоторых, ну, все зависело от обстоятельств. – Ну, понятно, от страны, да. – Но оказалось, что вот были приняты меры, тогда вообще численность разведки, я сейчас боюсь вам соврать, но, по-моему, на 30% было сокращено. – При Примакове? – Да, потому что не было уже необходимости такого глобального, тотального шпионажа, да. – На том не все ведь, те, кто работали на разведку в посольствах, там, в каких-то дипломатических представительствах, они были оперативными офицерами. Было много привлеченных. Вот Шабаршин, например, легендарный, он сначала просто помогал, как чистый дипломат, потом его уже привлекли, он стал кадровым разведчиком. И такие были всегда, и до войны, и после войны. – Но ведь не все же, кто работал на разведку в посольствах, они там занимались вербовкой, фотографировали какие-нибудь объекты. – Это же просто больше аналитическая работа, наверное, была. – Ну, там в разведке есть разные линии, есть политическая разведка, есть внешняя контрразведка, есть научно-техническая, то есть разные есть направления, есть нелегальные, так что, конечно, и эти линии и соприкасались, и нет. Я, например, не знал, что делает мой коллега по линии научно-технической разведки. То есть принцип «need to know», то есть знать только то, что положено, знать он тоже как бы основопоговорящий. – Опять-таки, основываясь на неком таком общем фоновом знании, я предполагаю, что вот та же самая научно-техническая разведка сыграла огромную роль вообще в самом выживании Советского Союза, в самом существовании. – Вообще, вы знаете, главная задача вообще разведки советской, это не просмотреть появление оружия массового поражения, которое могло драматически и может драматически изменить баланс сил. Почему такие силы брошены были на атомное оружие? И почему этим занималось там, ну, это была главная задача разведки? Почему справилась? Это уже другой вопрос разведка, но этим, конечно, занимались. – Да, Александр Иванович, вот вам хочу задать вопрос. В какой степени вообще Советский Союз зависел от разведки, от эффективности своей разведки? – По ракетам, по космосу, по компьютерам, по микрочипам, этим микросхемам и так далее? – Изначально, с первых же дней, с 20-го года примерно, уже ставилась задача похищения каких-то секретов технологических. Например, вот Вольфрам, да, это операция, которую проводил знаменитый эсеровский боевик Семенов, который организовал покушение на Ленина, кстати говоря. Потом в тюрьме его перевербовали, отправили в Германию, он там похитил с помощью немецких рабочих производство Вольфрама. То есть огромное, до самого конца, конечно, Советского Союза. Но я бы тут обратил внимание на все диалектично в этом мире. Там был и негативный аспект. Это способствовало к паразитации и очковтирательству стороны наших ученых. Они уже привыкли, они, ну, я не знаю, когда это началось, но вот эти задания, которые они ставили перед разведкой, эти плановые все по тем или иным, оно, конечно, очень важно было для развития государства, но, с другой стороны, для развития самой науки это имело его такой негативный аспект паразитации. Об этом очень редко говорят, мало говорят, но, тем не менее... Да, вы знаете, я сталкивался немножко вот там, мы этим со студентами тоже занимаемся, в частности, вот там про информационное общество курс есть. И вот там есть очень интересная информация про то, как мы фактически заглушили развитие собственной компьютерной отрасли, которая была очень хороша в 50-е годы. Но где-то к концу 50-х при Хрущеве было принято стратегическое решение отдать это все на откуп разведки. Вот, пошел поток технологий Запада, и фактически наши собственные разработки все подстраивались уже под готовые западные форматы. Это так и не так, все-таки не надо переоценивать этот фактор. Главное, что деньги так, какие средства вкладывались там американцами и нашими. Тут много всяких факторов. Я не думаю, что именно достижения разведки подорвали там советскую науку. Что касается атомного проекта, да, это была поставлена задача Сталином. Берия это дело возглавляла, и тогда было брошено все, так, послевоенная страна, которая тратила там миллионы, да, на создание атомного оружия. И плюс усилия разведки, которые позволили эти все добыть чертежи. Кстати, если вы помните, именно два наших агента, Сарант и Бар, были инициаторами вот создания кибернетики в нашей стране. Они работали в годы войны. И, кстати говоря, это из окружения Розенберга, его друзья. Потом, когда Розенберга арестовали, они сумели через Мексику сбежать в Советский Союз. И вот здесь они выступали инициаторами создания вот собственной советской силиконовой долины. Их проекты, к сожалению, не поддержали. Они, кстати, много сделали здесь уже, но вот в какой-то момент действительно не хватало средств. У нашего государства не хватало средств. Действительно, так это интересно, особенности догоняющей модернизации в условиях авторитарного полицейского государства, которое действительно очень сильно полагалось на собственный разведенный аппарат, как и внутри себя самого, вновь для контроля над гражданами, так и в отношениях с внешним миром. Вот в это и есть главная проблема, так, организации государства самого, так. И когда государство по политическим причинам душит, допустим, кибернетику, то понятно, что ничего хорошего эта кибернетика в будущем не даст. Ну вот об отношениях разведки и государства поговорим в третьей части нашей программы. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о роли разведки в современном мире и в советской, и в постсоветской истории. Ну, точкой отчета для нас послужило нынешнее дело Эдварда Сноудена. И пока мы следим за его перемещениями по миру и за тем, что будет дело с ним, американское правосудие, мы рассуждаем о том, какую вообще роль играет разведка в жизни государства и что это такое в 21 веке, в эпоху информационной открытий и Викиликс. У нас в гостях Юрий Георгиевич Кабаладзе, профессор МГИМО, старший консультант UBS и ветеран разведки и историк разведки и главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Иванович Колпакиди. Ну, вот то, что меня сейчас интересует, это отношение, ну, ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ с российской властью. Насколько велико было влияние разведки, так скажем, во внутриполитической жизни страны? То есть была ли некая такая, ну, вот у нас есть миф, да, такое всесилие НКВД, а всесилие КГБ? В какой степени КГБ могло определять курс развития страны и внутреннюю политику страны? Ну, при Сталине, да, однозначно, да, влияло, потому что в тогдашнем НКВД, по существу, дублировались все отрасли народного хозяйства. Было специальное управление по транспорту, там, промышленность, не знаю, было ли сельскохозяйственное, атомная промышленность, точно. И, конечно, тогда влияние вот этих спецслужб было чрезвычайно велико. Уже после войны, после смерти Сталина, конечно, все попало под контроль, под партийный контроль, и вот эти функции стали вторичными. Все-таки, да и при Сталине они все-таки всегда сдерживались именно контролем-то со стороны Сталина. Но, конечно, со временем вот такое влияние на выработку политических решений, на организацию экономики советской, конечно, была иная ситуация. После смерти Дзержинского и до появления Андропова во главе КГБ у нас никогда не стояло крупные фигуры во главе органов. В данном случае вы говорите не о разведке, а вообще о спецслужбе. Да, да. И я согласен, безусловно, огромную роль в сталинской модернизации сыграли органы внутренних дел. Я бы сказал, что это был приводной ремень сталинской модернизации, но один из двух. Второй, не менее важный, это партия. Вот сейчас почему ничего не идет? Нету ни одного ремня. А вот тогда было два мощных ремня. Был еще один крупный деятель, это вот, собственно говоря, Ежов. Когда Ежов попытался, вот за что расстреляли и разоблачили вот этого Ежова и всю его банду? За то, что они попытались подмять под себя партийный аппарат. Неоднократно фиксировали за пьянками у них там разговоры о том, что я в области хозяин, а не первый секретарь. И вот за это их всех очень быстро и очень жестоко расстреляли. Я думаю, что вот после Ежова и до Ежова никто не пытался подмять под себя партию. И всегда... А Берия? Берия никогда не пытался. Берия вообще же пришел, он как бы считает... Вот у нас биографию Берия, кстати, мало представляют. Он же был, да, чекист с молодости. Но потом он долго руководил за Кавказьем. Он был партийным работником. И он не хотел уходить. Его выдернули, когда вот надо было уже разбираться с этой ежовской бандой. Его выдернули в конце 1938 года, уже когда все это кончилось. И он попал с партийной работы опять в органы внутренних дел. И никогда у него не было вот каких-то вот этих таких амбиций. Он всегда четко понимал главенство партии. Вот то, что говорят, что он хотел в 1953 году все захватить. Да, может быть. Но он всегда действовал, всегда бы он держал во главе какого-то другого человека. Ну, типа Маленкова или Хрущева, который бы олицетворял партию. Он хорошо понимал, что органы не могут руководить государством. Вот он хорошо понимал, что да, какую-то... И при нем, кстати, ведь при Берии сократилась роль хозяйственных органов. НКВД. Да, при Ягоде и при Ежове она возросла чрезмерно. А при Берии вот постепенно сокращалась. Она сокращалась, в общем-то, довольно-таки постепенно. А уже после сталинский период они все равно занимались. Они занимались какими-то функциями контрольными в экономике, безусловно. Но, конечно, уже таким вот мотором, одним из моторов экономики не являлись. Ну, вообще, как бы однозначно, если отвечать коротко, то спецслужбы всегда были под партийным контролем. И спецслужбы, и армия. Как только там возникали какие-то... Самостоятельный центр силы, власти из себя не представляют. Самостоятельный центр власти в России, в Советском Союзе был один. Кремль, Сталин или, значит, Хрущев. Уже только в последние годы вот это партийное доминирование в той же разведке приводило к абсурдным ситуациям. Тот же упомянутый Шибаршин, он уже в последние годы резко протестовал против, ну, то ли, все проникновения партии. Так, были абсурдные ситуации, когда операботник, приезжающий из-за рубежа, должен был отчитываться перед своим руководством и перед партийным комитетом. То есть, Шибаршин как бы всегда им говорит, вы занимаетесь душой, да, вы занимаетесь идеологией, но не умешивайтесь в наши дела. Но это одно другое подменяло, что, в общем, приводило иногда и к утечке информации, и к вообще нежелательным последствиям. В поздние годы Советского Союза насколько велик был, так скажем, реформистский потенциал внутри КГБ? Потому что вот это вот очень часто об этом говорится, о роли Андропова, о том, какой он роль сыграл уже затем в продвижении Горбачева и так далее. Ну, Андропов продвигал Горбачева не потому, что думал о том, что распадется Советский Союз, а просто видел, что на фоне вот этой стареющей номенклатуры партийной Горбачев выглядел таким свежим, умным, инициативным и подающим надежды. И Андропов прекрасно понимал, что что-то надо, какие-то коррективы вносить вообще в организацию общества, в экономику, иначе мы безнадежно отстанем. Мы и отстали, когда распал Советский Союз, мы вообще не представляли, кроме, ведь парадоксально, но Советский Союз распался на пике военной мощи Советского Союза. Это единственное, что было конкурентно способным, и то, что могло как-то соизмеряться с западным потенциалом. А по всем остальным параметрам мы полностью все проиграли. Мы не знаем, в общем-то, планов Андропова, это такой человек-загадка. Действительно, очевидно, что именно он стоял за недопущением к власти не менее энергичных и гораздо более умных и толковых Романова и Щербицкого. То есть он именно торпедировал. Ну вот кто мог в нашей стране в таком массовом порядке распускать слухи о разбитой вазе на свадьбе у дочери Романова? Полная ложь. Вообще ничего такого не было и близко. Ну, естественно, не профсоюзы и не пионерская организация. Ваза Эрмитажа, да? Да. Кто мог распускать по всей Украине слухи, по всей России о том, что дочка Щербицкого занимается антиквариатом в Австрии через... Слушайте, но это не потому, что он вынашивал какие-то планы, а потом была внутри партийная борьба. Ему надо было ослабить сильный конкурент. Ну да, да. И в этой внутри партийной борьбе он сделал ставку на человека, который даже говорить правильно не умел, в отличие от Щербицкого и Романова. И который, естественно, привел страну туда, куда он ее привел. Я говорю, мы ничего не понимаем об Андропове. Вот знаменитый фильм «Покаяние» заказан был именно чекистам Шеварнадзе, чекистам, обратите внимание, Шеварнадзе еще явно по согласованию с Андроповым. Ну, ребята, это отдельная тема. Это Шеварнадзе, это отдельная история. Я не думаю, что Шеварнадзе консультирует с Андроповым. Неужели вы думаете, что Шеварнадзе... А у Шеварнадзе оставалась какая-то чекистская такая солидарность корпоративная? Вот вы как уроженец Тбилисии... Вы знаете, мы сейчас уйдем. Я просто многое знаю про Шеварнадзе и на его конкретные высказания, что в советские времена так не публичные. Но это нас уведет совершенно в сторону. Давайте встретимся и поговорим отдельно о Шеварнадзе. Ну, хорошо, не будем здесь Шеварнадзе трогать. Ну, вот распад Советского Союза. Насколько после распада СССР сохраняется вот эта корпоративная солидарность? Насколько она сохраняется под ударами рынка? Насколько остается вот этот вот кодекс чести какой-то, если он существовал еще на момент распада Советского Союза? Ну, наверное, сохраняется. Мне трудно судить. Я давно уже не работаю в разведке. Но без вот такой солидарности, как вы говорите, без взаимовыручки, поддержки невозможно существовать вообще разведки. Без доверия друг к другу, без каких-то идеалов. Думаю, что это должно сохраняться. Ну, очевидно, что эта спецслужба является основой нынешнего режима, элиты и так далее. Вышла книжка «Новое дворянство» Солдатова, где приводится огромное количество имен, фамилий конкретных людей. Они составляют элиту нынешнего государства. Они руководят министерствами, ведомствами, госкорпорациями. Советок директоров. Да, да, да. В банке, нефть и прочее. Им, очевидно, доверяет глава государства. Потому что считает, что это свои люди, им можно доверять. Он, понятно, я не думаю, что он такой наивный и всем им доверяет на 100%, но, по крайней мере, он считает, что эта группа граждан более надежная, чем другие группы граждан. Ну, естественно, если бы пришел к власти, условно, там, Михалков, то, наверное, у нас на всех должностях были деятели кинематографии. Так, каждый ведет за собой ту среду, которую он знает, тех людей, с которыми он работал. И здесь, конечно, здесь плохо то, что перебор вот этой идеологии спецслужбиста не должна давлеть над обществом. Агентурно-оперативное мышление, безусловно, присуще нынешней власти. Особенно последние годы, когда началась Болотная и прочее. Но я думаю, хочу еще сказать на один интересный момент. Ведь очень сильно развал Советского Союза был связан с ценами на нефть, если вы помните. Я, конечно, вот как журналист, я не преувеличивал бы этого фактора. Но кто занимался торговлей нефтью в Советском Союзе? Конечно, не КГБ, но внешние торговые ведомства, которые всегда так или иначе были тесно связаны с разведкой и так далее. И многие люди, которые там работали в торговледствах и так далее, они, естественно, были... Ну, не все, но какая-то часть были связаны с этими органами. И вот роль вот этих людей в перестройке, в том, что экономика стала сырьевой, в том, что она продолжает оставаться сырьевой, мне кажется, вот она не изучена абсолютно. Никто даже не писал и не задумывался. Очень интересно. Уверяю вас, что разведка или спецслужбы не приложили к этому руку, значит, понижению цен на нефть. Понятно, приложила противоположная сторона. Нет, не понижение, но вот очень интересно вы здесь говорите, действительно, вот эта связка... Конечно, инфекция специально, это все знают, они разработали в 86-м году, это был хорошо продуманный удар, они его нанесли. И, кстати, мне кажется, на психологии нынешней власти должен, по крайней мере, давлеть этот опыт 86-го года, потому что мы фактически легкая добыча шантажа, потому что они могут в любой момент опять обрушить цены, и все полетит в нашей стране. У нас, понимаете, были все возможности избежать того, чтобы стать жертвой этого шантажа, но за прошедший, за истекший период, за истекшие почти 30 лет мы ничего не сделали, чтобы избавиться от сырьевой зависимости. Зная о таком коварстве Запада, что же мы ничего не делаем, чтобы уйти из этой... Наши не американцы в эту среду и зависимость загнали. Еще когда мы песцом торговали при войне грозном, понимаете, как все пошло, песец, лес, зерно, а сейчас нефть, нефть, нефть и газ. Так что же, если Россию извне можно манипулировать, так тем хуже для России, значит, нам нужно меняться каким-то образом. Ну вот очень интересно, действительно, здесь вы говорите, Александр Иванович, я не слышал раньше вот этой вот связи режима спецслужб с нефтяной отраслью, которая заложилась еще в позднесоветское время. Ну да, но в этом смысле у нас действительно какой-то сейчас вот, особенно после 90-х, да, начиная с прихода Путина с 99-го 2000-го года, фактически такой спецслужбистский режим. Своего рода идет отыгрыш за те позиции, за те унижения, которым подвергались силовые ведомства и спецслужбы в 90-е. Ну у нас же всегда так вот этот маятник качается, то он, значит, только ленивый не бил спецслужбы, потом этот маятник качнулся в другую сторону, теперь спецслужбы стали предметом для подражания, герои, вообще руководители. Пора уже этот маятник вернуть в статичное положение, чтобы к спецслужбам было то отношение, которое должно быть. А насколько сейчас вообще возможен, ну конечно, в нынешней России сложно этот вопрос задавать, но даже чисто технически, а гражданский контроль над спецслужбами? Была попытка. Над бюджетом, над... Вы принципиальный вопрос задаете, значит, в свое время, когда был принят закон о разведке, я имел к этому отношение, тогда ведь было и второе решение должно было быть, создание некого комитета и, главное, бюджетный контроль. Но это так и не произошло. Самый эффективный контроль это бюджетный, но по каким-то причинам этого не сделали. Мне кажется, в то время, о котором вы говорите, не было и надежных людей, которым можно было... Ну это тоже фактор, да. Которые бы могли войти в этот комитет. В то время, я помню, Примаков выступал на закрытом заседании Думы и начал свое выступление, я только вас прошу, значит, то, что я вам скажу, не для цитирования. Мы вышли в заседание, уже все радиостанции передавали ту информацию, которую Примаков поделил, то есть ничего не удерживалось. А в Америке, вы знаете, когда заседает комитет по разведке, то у них там даже двери, говорят, я не был, но очевидцы расскажут, что двери как в подводной лодке, там задраивают люк. И попробуй ты скажи после заседания комитета какую-нибудь информацию, тебя сразу вышибут оттуда. Мне кажется, что еще другая проблема, это то, что мы даже не представляем размеров наших спецслужб, это засекреченная информация, не представляем примерного даже бюджета, потому что в интернете совершенно разные цифры. Некоторые цифры просто чудовищные, я имею в виду численность и бюджет. Единственное, с чем можно сравнить, я бы сравнил, например, то, что рассекречено. Например, рассекречена численность, ну это, конечно, не спецслужба, но тем не менее, они очень близкие, внутренних войск. Так вот, в истории Советского Союза только один раз была такая большая численность внутренних войск, это в 45-м году, накануне окончания войны. А какая сейчас численность? Ну, более 200 тысяч, и никогда даже в Советском Союзе у них не было бронетехники, авиации и даже судов, у них даже суда сейчас есть. То есть, ну, конечно, сложно сравнивать это, но, опять же, то, что вот это все засекречено, и, кстати, еще один интересный момент, то, что народ крайне интересует информацией о спецслужбах, это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное, то есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого, то есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное, то есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого, то есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное, то есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого, то есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное, то есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого, то есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было. Запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было. Запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого. То есть там в десятки раз больше количества запросов. Ну, в КГБ, НКВД тогда интернета не было, запрашивать было. Это легко проверить, если посмотреть количество запросов в интернете на ФСБ. Оно катастрофически огромное. То есть нет и близко таких запросов на КГБ, НКВД, ничего близкого.